Но когда неверующие или новообращенные люди приходят к Богу или попадают в церковь, они сразу замечают, почти всегда, что люди здесь в церкви другие. Здесь другие взгляды, улыбки, светлые лица и другая атмосфера. И кажется многим со стороны, кто достаточно новый в этом обществе, что здесь собрались все ангелы. Действительно люди хорошие, светлые, но, к сожалению, иногда позже они узнают, что в церкви не все такие святые, как им показалось. И они сталкиваются с разочарованием. Люди, которые называются верующими, ходят в церковь, вдруг они видят в этих людях лицемерие, обман. В церкви они одни, а в бизнесе они совершенно другие. Кидают на деньги, обманывают. Вот эти как бы святые или верующие могут орать, грубить, материться, мстить, не прощать. Плюс, возможно, вы слышали истории некоторых верующих аферистов, которые, прикрываясь Богом, говорят, что мы верующие. На самом деле это люди, которые обогатились, обманули людей, забрали у них деньги, квартиры и подобное. Иногда падение лидеров верующих или священников, иногда, когда вскрываются греховные преступления таких людей святых, это приносит глубокое разочарование прихожанам в церкви. Это подрывает авторитет церкви. Это ложится большим пятном на всех верующих. Секта, гипноз, колдовство. И все это перемешивается с истинным христианством. Это настораживает. И один вопрос. Где правда? Кто среди них настоящий верующий? Кто искренний? А кто лукавый? И вот здесь, друзья, мы с вами попробуем найти ответ. Правда заключается в том, что везде, всегда, где существует оригинал, всегда есть подделка. Это подделка, то есть не настоящая, не оригинальная. Фейк. Я думаю, что вы знаете такие часы Rolex. У меня не Rolex. Просто я думаю, что вы знаете такие часы. Они очень дорогие. И очень ценятся. И стоят иногда тысячи долларов. К сожалению, иногда эти часы можно купить меньше, чем за 100 долларов. Кажется, что случилось с ценой или с часами? Это просто подделка. Фейк. Иногда некоторые сумочки брендовые могут стоить тысячи долларов. А иногда вы такую сумочку можете купить за 50 долларов. И точно так же будет тот же бренд написан. Подделывают деньги и даже золото. Бывает фальшивым. И это, друзья, нас все подводит к выводу, что, к сожалению, иногда среди христиан и верующих это тоже есть. Есть истинные христиане, а есть фальшивые. Есть настоящие верующие, а есть просто название. Номинально. Все как бы сверху правильно. Но на самом деле это фальшивые, лукавые лицемеры. Фальшивые. Фальшивые. Продолжение следует...